всем привет рада вас видеть снова на моем канале на кухне с анютой сегодня приготовим очень вкусный обед это будет фаршированные баклажаны ну что ж приступаем до приготовления для этого нам понадобится баклажаны у меня маленькие но можно заменить на два больших баклажана 2 помидора 1 небольшая луковица пару зубчиков чеснока фарш томатная паста перец черный молотый у меня 4 перца можно заменить просто на черный молотый перец растительным маслом соль и конечно же по вкусу любая зелень которая вам нравится для начала нарезаем мелко одну луковицу ставим предварительно разогреваться сковороду и будем обжаривать луковицу нарезаем мелкими кусочками на разогретую сковороду добавляем немножко растительного масла и добавляем сюда лук и будем обжаривать золотистого цвета обязательно помешиваем лук обжарили добавляем сюда 400 грамма фарша и тоже его потушим примерно 4-5 минут все хорошенько перемешаем и помешиваем одновременно прошло 5 минут добавляем одну столовую ложку томатной пасты все перемешиваем и обжариваем еще одну минуту дальше берем два крупных помидора разрежем на 3-4 части добавляем блендер и будем взбивать измельченные помидоры добавляем фарш и тушим еще четыре минуты перемешиваем обязательно дальше нарежем чеснок пропустим примерно 5 зубчиков чеснока можно и побольше придавливаем и мелко нарезаем также нарежем зелень я буду использовать петрушку нарезаем мелко примерно 50 граммов петрушки либо по желанию можете использовать зелень какая вам нравится укроп либо базилир в начинку добавляем чеснок посолим солим по вкусу я примерно пол чайной ложечки соли возьму также поперчим перцем у меня 4 перца можете использовать просто черный обычный молотый перец перемешаем все и будем тушить еще 10 минут 10 минут потушим и уже наша начинка будет готова тушите на медленном огне добавляйте сюда петрушку или зелень которую вы нарезали помешиваете обязательно помешивайте ступаем до баклажан баклажаны нам надо срезать верхнюю часть вот прямо срезайте вот так вот каждый баклажан и ложкой делаем вырезаем вот серединку либо ножом либо ложка как вам удобно делаем вот такой круг куда мы будем наполнять начинку серединку потом будем использовать также самым нашу начинку ее можно либо мелко нарезать и добавить в фарш который мы обжаривали с овощами либо взбить на блендере и тоже добавить фарш вот мы делаем вот такую вот серединку с каждым баклажаном и так каждый баклажаны мы очистили теперь слегка посолим каждый понемножку так вот соли и начинку которую мы с их выбрали я вот положила в блендер сейчас я собьем и добавим фарш наш начинку которую мы делали также ложим либо нарежем мелко либо блендере собьем до однородности начинку выкладываем на тарелку и добавим измельченные баклажаны которые мы выбирали из серединки баклажанов все красиво добавляем сюда баклажаны видите я их измельчила на блендере сюда добавим и все перемешаем начинку перемешиваем хорошенько пробуем на вкус чего вам не хватает если что досолите или доперчите берем начинку берем баклажаны я уже подготовила форму меня вот такая и буду выкладывать меня так не умеется буду повздох выкладывать баклажаны берем баклажан и накладываем начинку ложите и прижимаете вот так вот вы вкладываете начинку наполняете и ложкой аккуратно прижимаете и выкладываете на форму и так все баклажаны берем помидоры вот баклажаны я уже заправила все берем кусочки помидоров и выкладываем наверх баклажанов вот так украшаем с одной стороны вот выкладываете делаем заливку берем 500 миллилитров воды вливаем в миску добавляем сюда одну столовую ложку томатной пасты перемешиваем либо ложка либо венчиком чтобы хорошо растворилась томатная паста по вкусу добавим соли немножко я вот буду пол чайной ложки и конечно же черного перца молотого тоже по вкусу и все перемешиваем до однородности заливка у нас готова заливаем ее форму аккуратно сюда заливаем ставим духовку на 200 градусов разогреваться отправляем баклажаны и будем выпекать 40 минут и так ребята включаем духовку на 200 градусов и ждем полного приготовления то же ребята прошло 40 минут выключаем духовку и будем доставать наше блюдо приготовленное достаем вот такой вот оно у нас получилось ну что ребята баклажаны у нас приготовились сейчас мы достанем один баклажан и покажем какой он у нас получился выложим один баклажан на тарелку баклажаны мягенькие очень сочные разрежем один и покажем какой он получился видите какие мягенькие прям баклажаны поэтому легко распадаются я вот прям поддерживаю вот посмотрите сами какой получается баклажанчик посмотрите мяско все падает прям баклажан очень хорошо приготовиться очень мягенький видите какой вот и так кому понравилось видео обязательно поставьте лайк кто еще не подписан обязательно подпишитесь и так всем до новых встреч всем до новых вкусных рецептов пока пока